Заполняем бланки, попадаем в клеточки. Желающие проверить собственные знания в истории 1941-1945 годов еще подтягиваются. Участвуют люди самых разных возрастов. Это часть для меня, так как все, кто был на войне, кто пролил много крови и все такое. Это должен знать абсолютно каждый. И непосредственно диктант, скажем так, для возрастного поколения, он может обновить знания. Второе, что необходимо знать с учетом патриотизма, это, конечно же, любовь к родине. Торжественное открытие диктанта Победы состоялось в отделении Госфонда «Защитники Отечества». Участники заполнили именные бланки с уникальным шифровальным номером, по которому смогут узнать свой результат через интернет. Сейчас я знакомлюсь с заданиями диктанта Победы. Выглядит это примерно как ЕГЭ по истории. Задания похожие по формату. Вопросы на знание городов или имен военачальников. Нужно подписать имя человека по портрету. Но есть и такие сложные задания, как, например, прочитать отрывок текста и вспомнить имя человека, который здесь упоминается. Или написать целый развернутый ответ, почти рассказ на историческую тематику, и не каждый с этим справится. Несмотря на сложность испытания, эстафета патриотизма набирает популярность. Организаторы считают, что стоит пропагандировать участие в таких акциях не только очно, но и онлайн. Мы понимаем, что молодежь часто принимает участие в онлайн-режиме, онлайн-площадка действует для прохождения теста. Поэтому уверен, что много жителей Алтайского края примут участие. На этой площадке мы еще собираемся. Я думаю, сколько здесь запланировано. Порядка 60 человек. Порядка 60 человек примет участие на данной площадке. Повторюсь, таких 250 площадок. Это и большие потоковые аудитории в вузах, соответственно. Ну и, соответственно, вот такие небольшие площадки, куда пригласили в том числе участников СУО. Спустя шесть лет патриотическая акция откликается не только любопытствующим историкам-экстремалам, но и тем, кого военная история страны действительно задевает за живое. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.